Беременность собаки Беременность собаки Беременность собаки Накануне родов щенки замирают Со второй половины беременности Не давать ей прыгать и бегать по лестнице Не следует подпускать беременную суку к другим собакам Но ее обязательно ежедневно нужно выгуливать При этом ей можно бегать, ходить и вести активный образ жизни Но все это с учетом срока беременности Начиная со второй половины беременности Если вы кормите собаку промышленными кормами Необходимо перевести ее на корм для беременных животных Если вы кормите собаку домашней пищей Или она нуждается в дополнительных добавках и минералах Обязательно следует их включить в пищу Количество пищи еженедельно увеличивается на 10% Главным образом за счет белков Питание должно быть дробным с добавлением витаминов В первую очередь А, Д, Е и группы В А также минеральные добавки Особенно препарата кальция В котором так нуждается организм и развивающиеся плоды Однако избыток кальция является не только бесполезным Но иногда опасным Так как увеличение его количества в организме беременной суки Нарушает метаболизм и приводит к эклапсии во время родов Нехватка кальция ведет к послеродовой эклапсии За 10 дней до предполагаемых родов уменьшаем количество белка в пище Это яйца, масло, консервы и так далее Примерно за 5 дней до родов белки из рациона можно убрать Только если беременная собака категорически отказывается от каши, творога, кефира, овощей и фруктах Ей в минимальном количестве можно давать мясные продукты Помните, что каждая собака требует индивидуального подхода Кормить собаку следует чаще, особенно во второй половине беременности Ни в коем случае не перекармливать ее во избежание рвоты, расстройства желудка или ожирения Беременную собаку ни в коем случае не следует перекармливать У нее должны прощупываться маклаки и ребра при общем увеличении веса и размера живота Самое главное, что при нормальной беременности живот должен увеличиваться постепенно, равномерно и пропорционально размерам собаки К концу беременности молочные железы значительно набухают Увеличиваются в размерах, а также увеличиваются соски Вот мы видим на нашей помощнице леди Молозива может приходить за 5 дней до родов Во время родов или же сразу после них Иногда в ближайшие трое суток Последнее нежелательное явление, которое говорит о гормональном нарушении Или дисбалансе В классическом варианте, при легком надавливании на соски За 1-2 дня до родов наблюдается выделение молозива Это как густая, беловато-желтоватая жидкость Или ее предшественника Секрета соломно-желтого цвета В идеальных случаях во время беременности Петля у собаки бывает сухой и чистой Однако довольно часто на всем протяжении беременности Наблюдается слизистое прозрачное выделение без запаха и цвета Если самочувствие соки хорошее И объем выделения не увеличивается То это не нарушение беременности А ее индивидуальная особенность Однако, если выделения из петли цветные Жидкие или густые С желтовато-зеленоватым или кровяным оттенком Это патология Необходимо срочно ветеринарная помощь Подготовку к родам следует начинать заранее Предупредите своего ветеринара За 2-3 недели до ожидаемых родов За неделю приготовьте место, где будет находиться мать со щенками Лучше, если это будет манеж Или большая коробка, которую следует приподнять над полом Приблизительно на 10 см Во избежание сквозняков и контакта с холодным полом Одна из стенок должна быть такой высоты Чтобы сока свободно могла выходить из гнезда А щенки не могли выбраться из него Молодую собаку познакомьте с новым местом заранее Как оборудовать место для собаки И какие необходимы медикаменты для родов Я расскажу в следующем выпуске Пока, до встречи